Привет, друзья! Сегодня мы с вами спечем рязанские растягай с мясной начинкой. Это традиционная разновидность русских пирожков. Обязательно подписывайтесь на канал и комментируйте это видео. И сначала мы с вами сделаем тесто. Будем делать вздобное. И сделаем сначала для него опару. Для нее возьмем 200 мл теплого молока. Выливаем около 170 мл, немного оставив. И берем 25 г прессованных дрожжей. Разламываем. Высыпаем сахар, 1 столовую ложку. И хорошенько все перемешиваем. Далее берем 500 г пшеничной муки. Из него берем небольшое количество, примерно 80 г. Смотрите, чтобы консистенция была густой сметаны. Далее все это накрываем полотенцем и отправляем на 20 минут, чтобы опара у нас с вами хорошо подошла. По течении 20 минут у меня появилась вот такая шапочка. Это означает, что дрожжи хорошо проработали. Далее берем с вами 2 яйца. Разбиваем их в чашу миксера. Либо можно совершенно спокойно делать это все руками. Добавляем остатки сахара и щепотку соли. И начинаем хорошо все взбивать до пены. Добавляем остатки молока, опару. И начинаем замешивать наше тесто. Венчик можно поменять на лопатку. Начинаем высыпать постепенно всю муку. Далее добавляем 60 грамм размягченного сливочного масла. И тесто у нас должно с вами собраться в шар. Оно будет немножко липковатое. Но оно такое должно быть, удобное тесто, чтобы хорошо у нас оно с вами поднялось. Собираем все в шар. Еще раз немножко вымешиваем его. Далее я в этой же посуде буду оставлять наше тесто. Поставлю ее в теплое место на полтора часа примерно. За это время нужно один раз его хорошо обмять. Начинки для растегаев я взяла индейку и свинину. Примерно 500 грамм. И немножко вареного риса 60 грамм. И одну луковицу. Для начинки может быть любая. Из лука, либо из рыбы. Мясо я пропускаю через мясорубку. Лук режу произвольно. И жарю мясо на сковородке. Солим, перчим. Жарим до готовности. Далее готовый фарш нужно пропустить еще раз через мясорубку. Добавляем вареный рис. Примерно 60 грамм. Солим, перчим. Если надо, начинка готова. По течении полутора часов мое тесто поднялось. Один раз я его обмяла. Далее выкладываем его на рабочую поверхность. И из этого количества у меня получилось 850 грамм теста. То есть у меня будет растягая по 80 грамм. 50 грамм я оставлю для украшения. Вот такие колобки я нарезаю. Колобки теста надо подкатать, собрать и накрыть пленкой, чтобы они постояли еще 10 минут и немножко поднялись у нас. По течении 10 минут колобки поднялись. Берем один колобок на рабочую поверхность, немножко припыляем и начинаем раскатывать, растягая, как бы лодочку придавая. Чем вы его лодочку растянете, тем больше растягая у вас будет. Берем 60-70 грамм начинки и начинаем защипывать. Защипываем, но серединка у нас будет с вами приоткрыта. За это их называют растягаю, растегнутые пирожки. Можно потом сделать красивые защипы. Также можно растягая красиво украсить различными листочками, накладывая на пирожок. И из этого количества теста у нас с вами получится 10 растягая. Далее растягая нужно накрыть полотенцем и отправить на расстойку на 20-25 минут. Они тогда еще увеличатся у нас в объеме. Далее смазываем, растягаем молоко. Я взяла молоко и одно яйцо, желток. И ждем, пока немножко они подсохнут. Далее отправляем их в духовку на 20-22 минуты при температуре 220 градусов. У меня режим вверх-вниз. Мои растягая готовы. Они полностью пропеклись. Вот такие они красивые получились. И надо немножко остыть. Посмотрите, какие они красивые получились. Они получились очень вкусные. Воздушное тесто и вкусная начинка. Делать их можно как большими, если мы их растягиваем, так и маленькими, если тесто не растягивать. Подавать их можно как самостоятельное блюдо, так и к различным супам. Вот смотрите, какие они получаются. Я вам их один разломала. Много начинки и вкусное воздушное тесто. Обязательно попробуйте это приготовить. Друзья, всем спасибо, что посмотрели мое видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем до скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok